На этой неделе в Тель-Авиве впервые в истории Азербайджана-израильских отношений открылось посольство Азербайджана. В церемонии приняли участие министр иностранных дел Азербайджана Джихун Байрамов и его израильский коллега Эли Коэн. Было подчеркнуто, что этот шаг символизирует новую эру и является показателем глубины стратегических отношений между двумя странами. Одной из главных тем для обсуждения стал Иран, а точнее угроза, которую он представляет для региональной стабильности. Давайте мы поговорим об этом в нашем выпуске, проанализируем работу иранских спецслужб, вызовы, угрозы и последствия. Это передача «Глобальная дискуссия». Я, Анастасия Лаврина. Здравствуйте. У нас сейчас на связи наши эксперты. Это Али Бурак Дараджилы, доцент кафедры международных отношений факультета гуманитарных и социальных наук Технического университета Бурсы. Добро пожаловать на передачу. Большое спасибо за приглашение. Рад этой возможности. Спасибо вам за то, что нашли время присоединиться к нашему эфиру. У меня к вам несколько острых вопросов на тему деструктивной деятельности Ирана в регионе. Речь пойдет о работе именно спецслужб Исламской Республики. Начнем с общего вопроса. Расскажите нам о подрывной деятельности Ирана, которая ведется руками иранской разведки. Прежде чем ответить на ваш вопрос, я бы хотел пояснить, что собой представляет планирование подрывной деятельности на территории других государств средствами спецслужб. Под подрывной деятельностью понимается любой вид деятельности, осуществляемый разведывательной службой с целью подорвать доверие населения государству или обществу. Из этого следует, что последние несколько лет Иран проводил диверсионные операции в Турции, Азербайджане и на Кавказе в целом. Об этом свидетельствуют определенные действия Ирана. Так, например, к подрывной деятельности можно отнести провокации и нападения, манипуляции в социальных сетях. Если более конкретно, то это нападение на посольство Азербайджана в Тегеране несколько месяцев назад тоже является своего рода диверсионной операцией. Это если коротко ответить на ваш вопрос. Как именно действия Ирана могут дестабилизировать ситуацию в регионе, то, о чем вы говорите, может иметь серьезные последствия. В Иране есть несколько служб разведки и безопасности, но две из них заслуживают особого внимания. Первое – это Министерство информации Исламской Республики Иран, выполняющее разведывательные, контрразведывательные, контртеррористические и информационно-аналитические задачи. Второе – это Корпус Стражей Иранской Революции. Эти спецслужбы могут организовать всякого рода подрывную деятельность, которые нацелены на Турцию, Азербайджан или на какую-либо другую страну на Кавказе. Самая важная задача иранской разведки – защитить иранский режим. Для этого они могут организовать любые провокации, манипуляции в социальных сетях, похищение людей и тому подобное. Можно сказать, что у иранской спецслужбы очень агрессивный стиль работы. Ясно также, что в Иране есть некоторые проблемы с демократией. В иранской разведывательной структуре нет демократического надзора и системы противовесов. Так что иранская разведка даже не задумывается о правах человека. По всем этим причинам иранская спецслужба может быть еще более агрессивной, когда она организует диверсионные операции против Турции, Азербайджана или какой-либо страны на Кавказе или на Ближнем Востоке. Мы понимаем, что иранские спецслужбы работают довольно активно. Но в чем, по-вашему, их главное отличие от других спецслужб в других странах? Можете привести конкретный пример, скажем, в Турции? Я отвечу на ваш вопрос, приведя конкретный пример операции, организованной Ираном в Турции. Так, например, в прошлом году турецкая разведка провела контрразведывательную операцию против действий иранской разведки в одном из городов, очень близких к границе с Ираном. В ходе операции были арестованы 8 человек, связанных с иранской разведкой. Двое из этих людей были иранцы, а остальные – турки. Иранская разведка может спланировать такого рода операцию и в Азербайджане. Такие выводы можно сделать, прочитав новости в открытых источниках. У группы был бюджет в размере 30 тысяч долларов на проведение той операции. Цель группы была похитить проживающего там иностранного разведчика и нелегально доставить его в Иран. За эту операцию иранские шпионы предложили жене этого бывшего разведчика 10 тысяч долларов. А еще эта шпионская группа пригрозила ей, что если она откажется сотрудничать, то ее семья в Иране будет убита и подвергнута пыткам. Уже эта операция является конкретным примером того, насколько агрессивно может действовать иранская разведка и как проводит диверсионную разведывательную операцию в регионе. Вы правильно подметили угрозу, которая на сегодняшний день существует, в том числе и в отношении Азербайджана. Но что интересно, Иран стал вести себя особенно агрессивно в последние два года, вскоре после Великой Победы Азербайджана в 44-дневной отечественной войне осенью 2020 года. Почему Ирану была так невыгодна победа Азербайджана в той войне? Эта победа Азербайджана является важной вехой в отношениях между Ираном и Азербайджаном. 44-дневная война и ее результат – это великая победа азербайджанской армии и народа. Прежде чем ответить на ваш вопрос, позвольте мне еще раз поздравить весь азербайджанский народ и армию с этой победой. Важнейшим политико-дипломатическим результатом этой победы является то, что Турция и Азербайджан стали стратегическими партнерами. В этом контексте Турция и Азербайджан образуют прочный и стабильный блок безопасности в регионе. Это естественным образом подрывает влияние и мощи Ирана в регионе, на Кавказе и на Ближнем Востоке. Кроме того, тесное сотрудничество между Турцией и Азербайджаном дальше будет продолжать расти. Ведь мы знаем, что Турция и Азербайджан – это два государства, одна нация. Отношения между Турцией и Азербайджаном очень прочные, и эти отношения будут развиваться. Это очень легко спрогнозировать. Турция и Азербайджан очень сильная, и также эта расти будет развиваться с государством Азербайджаном и Турцией в будущем. Мы можем легко анализировать это. Это очень хорошая вопрос. Вы подняли очень интересный вопрос. Но сперва позвольте мне поблагодарить вас за столь искренние слова поздравления Азербайджана с победой в 44-дневной войне. Турция всегда была, есть и будет рядом с братским Азербайджаном. Мне бы хотелось обсудить с вами еще одно важное событие уходящей недели – открытие посольства Азербайджана в Израиле. Стороны обсудили сотрудничество в разных сферах. И это сотрудничество развивается в том числе на уровне спецслужб двух стран. А как, на ваш взгляд, могут взаимодействовать три страны – Азербайджан, Турция и Израиль – для предотвращения провокационной деятельности со стороны иранских спецслужб? Да, Израиль – это еще одна страна после Турции, поддержавшая Азербайджан во время 44-дневной войны. Израильские беспилотники Камикадзе, а также беспилотники турецкой армии сыграли важную роль во время войны. Этот новый вид военной техники поддерживал азербайджанскую армию. Также можно предположить, что Израиль оказывал разведывательную поддержку Азербайджану во время войны. Отношения между Азербайджаном и Израилем хорошо развивались на протяжении многих лет, но ситуация с отношениями между Турцией и Израилем несколько иная. Мы заметили нормализацию в отношениях между двумя странами в последние месяцы. Обе страны снова открыли свои посольства в Анкаре и Тель-Авиве. Можно предположить, что отношения между Турцией и Израилем в будущем продолжат улучшаться. Ясно также, что развивающееся сотрудничество между тремя странами естественным образом подрывает влияние и власть Ирана на Кавказе и на Ближнем Востоке. Как вы знаете, отношения между Ираном и Израилем были очень плохими в течение многих лет. Израиль рассматривает ядерную программу Ирана как большой риск для своей национальной безопасности. Такая же ситуация и с Ираном, который видит угрозу в Израиле. Иранская сторона также видит в Израиле большую угрозу безопасности режима и большой риск для национальной и международной безопасности Ирана. Что я могу подчеркнуть из вашего ответа, так это то, что сотрудничество между тремя странами в разных направлениях. Имеет перспективу на развитие и в военной сфере. Турецкие и израильские беспилотники, дроны известны всему миру. Сегодня, когда отношения между Турцией и Израилем постепенно налаживаются, есть возможность для укрепления взаимодействия между тремя странами. И это взаимодействие будет направлено на обеспечение безопасности, в том числе в других регионах. Как вы думаете? Да, все верно. Все, что сейчас происходит, можно рассматривать с этой точки зрения. Развитие сотрудничества между Турцией, Азербайджаном и Израилем уменьшили влияние Ирана в регионе. Я уверен, что Соединенные Штаты Америки пристально наблюдают за развитием отношений между этими тремя странами. Возможно, в будущем, если отношения между Турцией и Соединенными Штатами Америки улучшатся, Соединенные Штаты решат присоединиться к этому процессу. Но пока рано говорить об этом. Однако, этого нельзя исключать. Как именно вы думаете, азербайджанские и турецкие спецслужбы могли бы взаимодействовать для предотвращения провокационной деятельности посторонних сил в регионе? Разведывательные службы двух стран должны тесно сотрудничать и создать механизм обмена разведданными для общих целей. В связи с этим должна быть прямая система связи между двумя разведывательными службами. Вот что я думаю. Должны быть созданы необходимые механизмы для обеспечения быстрой координации действий в случае любых внезапных случаев или событий. Очень важно, чтобы две разведывательные службы проводили совместные учения. Отношения между турецкой и азербайджанской спецслужбами должны развиваться очень быстро. Это важно для безопасности Азербайджана и Турции, а также для безопасности на Кавказе и на Ближнем Востоке. Еще один важный вопрос. Мы знаем о растущем взаимодействии между Ираном и Арменией. На протяжении всего периода оккупационной деятельности Армении против Азербайджана на протяжении почти трех десятилетий Иран использовал те регионы, которые были оккупированы для провоза противозаконных грузов, строительных материалов. Иранские компании участвовали в разграблении оккупированных территорий Азербайджана на тот период. Что, на ваш взгляд, связывает Армению и Иран? Стоит подчеркнуть здесь, что одна страна христианская, другая мусульманская. И в то же время Иран никогда не беспокоило разрушение мечети Армении на азербайджанских территориях, а уничтожено, разрушено азербайджанских мечетей было довольно много. Но почему-то Иран никогда это не беспокоило. Так что, на ваш взгляд, все-таки связывает эти две страны? Это очень просто. Как академик и доцент кафедры международных отношений университетов Турции, я могу проанализировать это с точки зрения реализма, когда страны руководствуются своими национальными интересами и только. В этом контексте не имеет значения, является ли Иран мусульманской страной, а Армения христианская. Согласно школе реализма, это не является проблемой для развития отношений между странами. Религия не играет большой роли в отношениях между Арменией и Ираном. Как я уже говорил ранее, после 44-дневной войны, стратегическое партнерство между Турцией и Азербайджаном в регионе стало развиваться еще сильнее, еще активнее. Это стало большой проблемой как для Ирана, так и для Армении, которые сами хотят иметь власть и влияние в регионе. По этой причине обе страны нацелены на сотрудничество, чтобы создать противовес Турции и Азербайджану. Для этого они должны работать вместе, планировать свои действия вместе, и все ради того, чтобы балансировать с Азербайджаном и Турцией. Так получается, что две страны просто стараются укрепиться в регионе действиями, путями, которые зачастую противоречат международным нормам и международному праву, больше дестабилизируя ситуацию в регионе. Но ситуация становится опасной, и я сейчас говорю не только про наш регион, а даже далеко за его пределами. Армению используют другие страны в своих корыстных целях и для реализации своих планов в регионе. Это и Россия, Франция, Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз в целом. У России, например, на территории Армении находятся три военные базы. Европейский Союз направил псевдогуманитарную миссию на границу с Азербайджаном. У Америки там второе по величине посольство в мире. Почему позиции и действия Ирана, сближение с Арменией, должно беспокоить и другие страны? Я предпочитаю дать краткий ответ на этот вопрос. Как я уже говорил, иранская разведка может действовать достаточно агрессивно. В этом контексте иранская разведка не беспокоится о правах человека и демократических ценностях. Иранская разведка может провести очень агрессивную операцию в любой стране региона, там, где ущемляются иранские интересы. Это может привести к социальной нестабильности и проблемам в регионе, странах Ближнего Востока и на Кавказе. И мой последний вопрос, что, на ваш взгляд, должны делать Азербайджан и Турция? Тут уже речь не только про сотрудничество в разведывательной сфере, но, помимо этого, для противостояния угрозе, которая исходит от Ирана в отношении какой-либо страны в регионе или же за его пределами. Правительство Азербайджана и Турции должны работать вместе и пытаться улучшить свое стратегическое партнерство, чтобы противостоять влиянию Ирана в регионе. Это очень важно для национальной и международной безопасности двух стран. Я с большим оптимизмом смотрю будущее на развитие отношений между Турцией и Азербайджаном, потому что, как я уже говорил вам, мы одна нация и два государства. В будущем отношения между Турцией и Азербайджаном будут развиваться еще активнее. Способствовать этому будет и то, что турецкие и азербайджанские народы хотят видеть развитие всех видов отношений между двумя обществами. Большое спасибо вам за участие в передаче «Глобальная дискуссия». Было интересно проанализировать с вами работу иранских спецслужб и возможные угрозы для стран региона, да и не только. Спасибо. Вам спасибо. На этой неделе произошло еще одно важное событие. По сообщениям пресс-службы Министерства обороны Азербайджанской республики, в связи с вводом в эксплуатацию новой Лачинской дороги были взяты под контроль несколько господствующих высот основных и вспомогательных дорог, а также обширная приграничная территория между селами Джагазур и Забух Лачинского района. Эту тему мы обсудим с нашим следующим экспертом, который сейчас с нами на связи. Итак, это Резван Гусейнов, директор Центра истории Кавказа. Резван, здравствуй, добро пожаловать на передачу. Здравствуйте, приветствую вас и ваших уважаемых зрителей. Большое спасибо. Что ж, тема очень актуальная на этой неделе, которая нашла отражение не только в ряде азербайджанских СМИ. Но как бы напрашивается такой вопрос, почему разжигать столько обсуждений вокруг, как-никак мы говорим все-таки про азербайджанскую территорию и про действия, которые ведутся именно на азербайджанской территории. Почему эта тема так взволновала наших соседей, ну и о стратегической важности этого события. Пожалуйста. Ну, во-первых, надо напомнить, отметить, что еще более месяца назад Азербайджан предложил армянской стороне установить КПП. То есть два КПП, естественно. Армянская сторона устанавливает свое на армяно-азербайджанской границе в Лачинском районе и Азербайджан свое. Я считаю, что это было жестом доброй воли, и тем самым Азербайджан хотел дать возможность Армении, чтобы тема границы и возможной будущей делимитации уже началась, и начали бы ее азербайджанцы Армении без третьих посредников. Но, как мы помним, на уровне МИД Армении сразу же пришел отказ о том, что Армения не собирается устанавливать КПП, и тем самым мы вошли уже в узкий коридор, где Азербайджан вынужден был, в том числе военно-политическими методами, методом силы, выполнять, решать этот вопрос. Потому что та дорога, которая идет через Ханкенбир-Шушу и выходит через Лачинский район на границу с Арменией, и те грунтовые дороги, которые сепаратисты использовали для перевозки, доставки оружия, и мы еще много чего не знаем, для чего они использовались, этот вопрос должен был быть решен. И что же происходит? Азербайджан в итоге, как мы видим, в течение нескольких дней силовым методом вынужден решить этот вопрос, взять под контроль и грунтовые дороги, и, естественно, подготовить возможность для установления контрольно-пропускного пункта на том новом участке небольшой дороги, которая построена и будет сдана на днях. И что же в ответ Армения сегодня устами Пашиняна заявляет, что да, они будут устанавливать тоже КПП. И тут возникает вопрос, зачем все время нужно Армению вынуждать силовыми методами делать то, что она могла бы, сохранив лицо, нормально на уровне дипломатии отношений выполнить. И, к сожалению, мы приходим к выводу, что да, каждый раз Азербайджан будет, наверное, силовым методом продавливать то, что, к сожалению, я считаю, можно было бы, то есть могли бы решить и по-другому. А вот это интересно, к чему, в частности, вы подвели в своем ответе, ведь армянская сторона, обычно мы привыкли к этому, когда сама готовится к какой-то провокации, к какой-то агрессии, к совершению какого-то незаконного акта, начинает все больше говорить о том, что вот сейчас мы ожидаем угрозу со стороны Азербайджана. Как вы считаете, может быть, действительно Армения к чему-то готовится или на что-то надеется? Почему в армянской прессе так активно стали говорить о возможных угрозах со стороны Азербайджана, хотя Азербайджан всеми действиями говорит о том, что мы готовы к миру? Ну, я считаю, что одна из причин – это старая шарманка, когда армянским властям всегда нужно убеждать свое сообщество и, конечно же, международное сообщество, что от Азербайджана исходит какая-то угроза. И всякие действия, которые они могли бы нормально в виде согласования и уступок мы могли бы вместе решить за столом переговоров, мы решаем силы, и они как бы своему обществу и международному сообществу посылают месседж. Мол, вот Армения не хотела, но ее принудили. Во всей видимости, это для Пашиняна комфортно, чтобы не быть опять в своем обществе предателем, который соглашается на все условия со стороны Азербайджана. Он для себя выбрал вот такую позицию, мол, нас заставили, враг нас застиг врасплох. То есть ему, видать, я опять-таки считаю, что политическому руководству Армении выгоднее быть в ситуации проигравшей стороны, которая силой навязывает что-то, чем конструктивной стороны, которая за столом переговоров приходит к каким-то важным решениям. Он не может просто это объяснить своему народу. А где логика все-таки армянской стороны, что они так боятся этого КПП? Что там такого страшного для них? Объясняется ли это тем, что вся затея функционирования Лачинской дороги, в прошлом, как они говорили, Лачинский коридор, сводится к тому, что они были заинтересованы перебрасывать новые силы в регион с какими-то определенными целями на будущее? Почему КПП так страшен в их восприятии? Ну, начнем с того, что согласно трехстороннему заявлению и еще ряду документов, подписанных тремя сторонами, я имею в виду при посредничестве России, Азербайджана и Армении, должна была произойти, процесс должен был идти разблокировки Зангизурского коридора и транспортного пути. И это должно было осуществляться приблизительно в том же формате, в каком, допустим, мы дали армянской стороне дорогу через Лачин. Но упертость армянской стороны и то, что она все время искала поддержку в этом вопросе, чтобы не открыть, не разблокировать дорогу, то от Ирана, то от Франции, то еще от кого-то, привела к тому, что Азербайджан решил опять-таки взять инициативу в свои руки. И раз уж армянская сторона считает, что Зангизурский путь не будет беспрепятственным, то изначально предполагалось, что оба пути от Лачина и далее через Зангизур, это будут дороги беспрепятственные. И Азербайджан, со своей стороны, для карабахских армян обеспечил такую возможность беспрепятственного въезда. Раз уж армянская сторона не обеспечила, то тут Азербайджан сделал упор. Раньше это было, но мы как-то не обращали на это внимания, чтобы не напрягать на то, что Лачинская дорога используется совершенно в иных целях, вовсе не в гуманитарных. И уже после того, как стало ясно, что армянская сторона никоим образом не продвигает вопрос разблокировки Зангизурского коридора или дороги, естественно, симметрично этому Азербайджан предпринял и будет предпринимать меры, установит ИКПП, установит надлежащий уровень безопасности, проверки, и все равно рано или поздно Зангизурский коридор или путь откроется. Просто разница в том, что если прежде этот процесс был бы более легким, то сейчас армянская сторона усложнила его до того, что, как мы видим, приходится все продвигать через силу. Интересно, а вот развитие мирной повестки в регионе, про то, что мы наблюдаем в последнее время. Если верить тем заявлениям, которые порой просказывают и у премьер-министра Армении Никола Пашиняна и у ряда других политических деятелей, когда они пытаются говорить о мирной повестке, Карабах все-таки это территория Азербайджанской республики, это всемирно признанный факт, и интеграция этнических армян в азербайджанское общество – это процесс, который должен быть запущен и должен иметь место быть в любом случае. Это как бы внутреннее дело Азербайджанской республики, это многократно подчеркивалось. И уже дважды было отклонено предложение азербайджанской стороны, администрации президента, о проведении встречи с представителями этнических армян в городе Баку. Что, в принципе, логично после той первой встречи, которая состоялась в городе Ходжалы. Что, на ваш взгляд, стоит за этим? Кто все-таки мутит воду? Внешние силы, реваншистки настроенные представители карабахских армян, которые там сейчас проживают, какие-то определенные круги. Мы с вами обсуждали в прошлом выпуске, в Арданян больше не активная фигура в этом процессе. Или же все-таки из Армении исходят какие-то команды? Кто мутит воду? Ну, обратите внимание, что, к сожалению, армянская сторона не является субъектом, я неоднократно это говорил, субъектом региональной политики. Она всегда ведома внешними силами. И Азербайджан, приглашая, уже второй раз приглашает представителей карабахских армян прибыть в Баку, в Гянджу, да в любой город и провести здесь встречу. Вот это приглашение, как лакмусовая бумажка, показывает намерения карабахских армян, а точнее тех, кто ими руководит, и теми, кто ими кукловодит, как из Еревана, так и из более других отдаленных столиц. Что мы имеем в сухом остатке? Азербайджан сейчас может спокойно предъявить международному сообществу, показать, что неоднократно проявлял добрую волю, приглашал на переговоры. А переговоры могут быть только об интеграции карабахских армян в азербайджанское юридическое пространство. Если карабахские армяне думают, что, собираясь под зонтиком РМК, в Ходжалы или где-то еще, они смогут продвигать какую-то иную повестку, эта повестка не будет. Это однозначно ясно. Если карабахским сепаратистам важно спасти свой имидж, и так уже потрескавшийся, чем спасти карабахских армян, то они, я понимаю, будут отказываться от встреч в Баку, в Гяндже, и тем самым сведут на нет возможности для маневра для себя же. То есть в итоге Азербайджан проявляет терпение, пройдет все эти этапы. То же самое мы видим было и с вопросом КПП. В течение долгого времени Азербайджан терпеливо, но наращивая постепенно свою силовую составляющую, выполнил, сделал то, что считает нужным. По всей видимости, в вопросе интеграции, встреч с карабахскими армянами, в итоге мы придем к консенсусу. Есть ли среди карабахских армян силы, готовые к интеграции, способные на диалог с Азербайджаном на эту тему, или же нету таких сил, а значит, если кто-то не хочет жить под юрисдикцией Азербайджана, то ему придется самоопределяться где-то на других территориях, вне суверенной территории Азербайджана. Прежде чем я перейду к второй теме нашего сегодняшнего обсуждения с вами, мне все-таки интересно подытожить тему с созданием КПП. Мне кажется, мое мнение, что это окажет какого-то рода положительное влияние на процессы в регионе, потому что, во-первых, предотвратит незаконную деятельность, точнее, незаконный перевоз и переброс военного оборудования, мин, которые Армения незаконно осуществляла с территории Республики Армения в Карабах, где временно дислассированы российские миротворцы, и, во-вторых, предотвратит возникновение ситуации, которая приводит к гибели людей. Мы все помним тот случай пару недель назад, когда очередная попытка незаконно провести военное оборудование в зону ответственности российских миротворцев армянской стороной, к сожалению, привела к гибели людей. Все-таки от КПП будет положительный результат в скором времени. Вы согласны со мной? Однозначно, этот период должен закрыться именно КПП, в прямом и переносном смысле. Если мы этого бы не сделали, то к 2025 году, учитывая эскалацию в нашем регионе, мы бы, к сожалению, могли прийти к возобновлению нового конфликта в Карабахе, чего мы не можем себе позволить. Поэтому КПП – это минимальное еще то, что мы сделали, в перспективе еще другие, естественно, меры будут, которые позволят обеспечить стабильную безопасность для карабахского региона и для региона восточных Зангизур. Я думаю, для самих этнических армян, которые проживают в Карабахском регионе Азербайджана, потому что милитаризация региона, разумеется, им также не идет на пользу. Что ж, еще одна важная тема нашего сегодняшнего выпуска. Мы с предыдущим экспертом поговорили о ней. Это открытие азербайджанского посольства в Тель-Авиве, в Израиле. Но что действительно уникально, действительно, в дипломатии Азербайджана, ведь наш министр иностранных дел, Джихун Байрамов, совершил визит не только в Израиль, но и в Палестину. Отношения между двумя странами, мягко можно сказать, натянутые, но при этом Азербайджан опять-таки демонстрирует свое умение вести правильную дипломатию. И также выступает за налаживание, урегулирование отношений между двумя странами, между Израилем и Палестиной. Что ж, во-первых, такой первый короткий вопрос. Как Азербайджану все-таки удается вести сбалансированную дипломатию в 21 веке, когда это кажется практически нереальным? И мой второй вопрос. Как решение открытия посольства в Израиле и представительства Азербайджана в Палестине окажет положительное воздействие на позицию Азербайджана в нашем регионе? Ну, во-первых, это говорит о том высоком доверии, которое есть к Азербайджану. И примеров подобных этому, наверное, нет. Затем, это говорит о том, что Азербайджан очень четко относится к этой теме, к вопросу Палестины и учитывает интересы всех сторон. То есть, совершенно верно, визит мог бы быть только в Тель-Авив и по вопросу открытия посольства, не более того. Но именно Азербайджан хочет демонстрировать то, что развитие его отношения с Израилем ни в коем случае не наносит урон интересам арабского мира, мусульманских стран. Кстати, надо бы это объяснить и Ирану. Об уникальности международной внешней политики Азербайджана, об умении выстраивать отношения там, где даже большие державы, согласитесь, не могут выстраивать подобные конструкции. Это говорит о том, что в перспективе Азербайджан может играть все более значимую роль в регионе Ближнего Востока, потому что способность Азербайджана выстраивать вот такие взаимовыгодные конструкции, конечно же, привлекает внимание других стран Ближнего Востока и Магрибов. Я поэтому считаю, что это уникальное событие, которое вообще-то тянет на то, чтобы ведущие мировые телеканалы и СМИ обсуждали и анализировали вот этот визит главы МИД Азербайджана в Израиль и Палестину. Действительно интересно, Азербайджан сам уже многократно выступал в роли площадки для обсуждения глобальных вопросов, когда две конфликтующие страны могли встретиться и обсудить перспективы для налаживания сотрудничества и налаживания отношений, первостепенно, разумеется, именно на территории Азербайджана, потому что Азербайджану доверяют и видят в нас именно объективного партнера, который сможет объективно взглянуть на ту или иную ситуацию, которая имеется в мире. Вот вы сказали Иран. Иран была одной из главных тем, которая обсуждалась также на двусторонних встречах, их было предостаточно, в частности, в Израиле. Так вот, главная тема – это региональная безопасность и противостояние угрозы со стороны Ирана. Деструктивные действия Ирана приобретают еще более масштабный характер, который несет в себе угрозу не только Азербайджану, но и ряду других стран. Почему эта тема должна действительно волновать не только один Азербайджан? Азербайджан старается предотвратить распространение этой угрозы. Наши спецслужбы, разумеется, работают в интенсивном порядке, но при этом, как сотрудничество и взаимодействие с израильской стороной может еще более интенсивно реагировать на возникающие трудности и вопросы? Надо отметить, что, к сожалению, последние годы для Ирана, в том числе и умышленно или неумышленно, Запад создал такую ситуацию, когда Иран стал усиливаться. Ведь забегая назад, вспомним, что именно вторжение в Ирак со стороны США привело к тому, что Ирак, как сдерживающая сила, перестал существовать. После этого Иран через свои прокси стал усиливаться на Ближнем Востоке, стал усиливаться вокруг Израиля. Затем события в Сирии еще больше усилили Иран. А теперь, когда идет война в Украине, и внимание основного мирового сообщества, и Запада, и России, и других стран, привлечено именно к украинской войне, Иран почувствовал, что это еще дополнительно дает ему возможность безнаказанно продавливать свои интересы теперь уже в регионе Южного Кавказа. И вот эти все ошибки, к сожалению, получаются так, что должны исправлять мы, страны региона, и те страны, которые заинтересованы. А в первую очередь это Израиль и Азербайджан, которые напрямую понимают, какую угрозу несет в себе усиление Ирана и его амбиции относительно и Ближнего Востока, и относительно нашего региона, Южного Кавказа. Поэтому вполне логично, что наиболее близкое тесное взаимодействие на уровне спецслужб, на уровне обмена информации и на уровне взаимодействия, чтобы пресечь возможные угрозы терроризма. Мы видим, к сожалению, почти каждую неделю мы в Азербайджане уже слышим о том, что есть нападение уже и на депутатов, на влиятельных людей. Все это говорит о том, что Израиль и Азербайджан должны еще больше вместе пытаться упредить иранскую сторону, объяснить ей, что подобного рода поведение принесет в итоге угрозу и самому Ирану. И в этом контексте, я думаю, что в этом кейсе не хватает третьего элемента, но он тоже скоро подключится. Я имею в виду Турцию, которая сейчас занята, там предвыборная пора. И по всей видимости, самый сложный для нашего региона период, связанный с Ираном, это апрель-май месяц. Если за этот период нам и Израилю удастся упредить, не дать развиться эскалации и, не дай бог, какому-то конфликту, то после мая месяца следует ожидать подключения Турции, которая тоже будет играть серьезную роль в стабилизации ситуации в наших регионах. И она самый сильный упреждающий элемент, который может объяснить Ирану, что его амбиции вовсе неуместны в наших регионах. Это интересно, так как с нашим предыдущим экспертом из Турции также было подчеркнуто, что именно активные действия, совместные действия Азербайджана, Израиля, Азербайджана, Израиля и Турции, это и работа спецслужб, это и военное сотрудничество, как-никак и израильские и турецкие беспилотники всемирно известны, а военное сотрудничество у Азербайджана имеется и с Турцией, и с Израилем. А вот если три страны будут еще более активно взаимодействовать на всех уровнях, в том числе и на военном уровне, и преследуя как раз-таки общие цели предотвращения распространения угрозы со стороны Ирана, а также обеспечения безопасности в регионе Южного Кавказа и Ближнего Востока, возможно, это сотрудничество принесет очень хорошие результаты, как вы правильно отметили. Мне показалась очень интересной та деталь, что в день, когда состоялось открытие азербайджанского посольства в Тель-Авиве, состоялся визит министра иностранных дел Ирана в Российскую Федерацию, где он встретился со своим коллегой, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Стороны обсудили двухстороннюю повестку, сотрудничество, а также совместное противостояние вызовам и угрозам. Просматриваете ли вы здесь какую-то связь? Совершенно верно. Это не случайно. И те заявления, которые были по итогам этой встречи, говорили о том, что Россия хочет играть некую посредническую роль в нормализации отношений между Баку и Тегераном. О чем это говорит? Что иранская сторона, по всей видимости, понимает, что дальнейшая эскалация ситуации в нашем регионе ничего хорошего для Ирана не сулит не только в международной политике, в региональной политике, но и во внутренней политике. И мы видим, какие беспорядки опять пошли по нарастающей в самом Иране. Поэтому Иран, наверное, в том числе в Москве, в лице Москвы, ищет посредника, который мог бы сгладить некоторые углы. И особенно после того, как было такое нападение террористическое на посольство Азербайджана в Тегеране, и Иран не предпринял никаких серьезных мер, чтобы сгладить это. Сейчас, по всей видимости, Тегерану нужен какой-то посредник. Ну а кроме Москвы, я не думаю, что кто-то может играть эту роль, который сможет организовать какие-то встречи на уровне внешнеполитических ведомств Азербайджана и Ирана. Чтобы сесть за стол переговоров и понять, в чем суть проблемы, и как ее можно решить без создания ненужной никому в нашем регионе эскалации. То есть, получается, в Иране понимает, что это ни к чему не приведет их деструктивные действия, раз они ищут посредника? Однозначно. Дело в том, что есть раскол в самой элите Ирана. Мы неоднократно это проговаривали, что у них есть свои ястребы в лице корпуса Стражи Исламской революции, который везде, мы видим, стремится делать эскалацию вокруг Азербайджана. Есть определенные во власти группы, которые понимают, что это не нужно. Нужно договариваться. Что в этой ситуации сейчас, в какой находится Иран, нет нужды обострять. И нужно идти на переговоры и на дипломатическом уровне решать те вопросы, которые вполне реально всегда возникают между всеми странами. И вот какое из этих крыльев, какое крыло, радикально настроенное или более все-таки прагматичное, победит во власти в Иране, это пока в ближайшее время. Но вот этот визит в Москву, он показывает, что все-таки Иран как-то стремится к тому, чтобы сесть и на дипломатическом уровне, проговаривать с Азербайджаном те вопросы, которые у нас возникают, те проблемы, которые имеются. Но мы помним, что российская сторона говорила, и на этой встрече также было подчеркнуто, что Москва рассчитывает, что трения между Баку и Тегераном, но там это называется трениями. На мой взгляд, ситуация довольно больная, более такая нестабильная, чем просто трение. Что это является временным, и что в ближайшем будущем стороны все-таки смогут преодолеть трудности, которые возникли в двусторонних отношениях. При этом, на ваш взгляд, как именно Москва может разрядить обстановку, а точнее убедить Тегеран действовать конструктивно и принять новую реальность? Ведь тот же самый проект Север-Юг сейчас, на сегодняшний момент, очень и очень важен для Российской Федерации. Если отношения между Тегераном и Баку будут накаляться, если Армения будет продолжать свою подрывную деятельность в регионе, то этот проект, он как бы и есть на повестке дня, и вокруг него возникает очень много вопросов. Поэтому, на мой взгляд, Москва все-таки должна быть более активно вовлечена и заинтересована в данном конкретном случае повлиять на иранскую сторону, чтобы... Я считаю, что Москва может выполнить роль гаранта. Гаранта, который обеспечит какие-то, наверное, есть у Ирана свои интересы и какие-то опасения относительно того, что Зангизурский коридор все-таки будет реализован, все-таки эта дорога рано или поздно будет осуществлен этот проект. И есть какое-то недопонимание. Видать, иранская сторона должна получить, как я сказал, какие-то гарантии. И эти гарантии в данном контексте может дать Москва. Тем более, что Москва может определенные гарантии дать и Армении. И мы видим, что в этом вопросе есть некое взаимодействие между Ираном и Арменией, которое саботирует, фактически саботирует разблокировку Зангизурского коридора. И в этом контексте, опять-таки, то, что Москва не проявляла вот это все время активность, привело к эскалации в нашем регионе. Потому что эта конструкция, она опирается на трехсторонние заявления и договора, которые были после 2020 года, где основную роль играет Москва. То есть она является гарантом того, что будет разблокировка транспортных коридоров. И в этом моменте мы видим, что, к сожалению, слабая была активность Москвы, на фоне чего и появились вот эти проблемы, связанные с Ираном и с тем недопониманием, которое мы видим в Армении. И чтобы нивелировать это, я думаю, активность Москвы позволит решить вот эти вопросы. В любом случае, ближе к лету, я думаю, что все-таки должны быть какие-то весной, поздние весной, летом, какие-то переговоры, консультации, которые решат вот эти проблемные моменты, связанные в том числе с Зангизурским коридором, чтобы после этого мы оставили позади этап эскалации, который, как я сказал, никому не нужен. Интересная ситуация, потому что мы помним, что когда ситуация начала обостряться, были эксперты, в том числе и с иранской стороны, которые утверждали, что Иран чувствует себя обделенным, когда после 44-х дневной отечественной войны стали говорить о новых транспортных энергетических проектах. Иран как бы не может стать частью, хотя это было довольно нелогично, потому что и Турция, и Азербайджан с первых дней говорили о необходимости интеграции в регионе и даже запуске очень интересной инициативы платформы 3 плюс 3, где Иран также был бы одним из активных участников. Но почему-то иранской стороне таких заверений показалось мало. И, видимо, тесные связи, дружественные связи с Арменией. Хотя назвать это большой дружбой довольно сложно, потому что Иран больше преследует свои собственные интересы, используя в своих целях Армению. И вот вы сейчас говорите о том, что Москва должна убедить Тегеран в том, что стоит интегрироваться, стоит думать о глобальных региональных проектах. И то же самое с Ингизурских коридор. Мы помним, что Иран, хоть и на официальном уровне, в том числе и в МИДе говорили, что они поддерживают эту инициативу, но в обход этого думали о каких-то других проектов, которые не затронут территорию Азербайджана. Я добавлю здесь, думаю, что важная стабилизирующая роль может быть сыграна и со стороны официального Пекина, то есть Китая. Недавно был визит лидера Китая в Москву. Затем мы видим ряд визитов европейских комиссаров и политиков в Пекин, Ирана. Китайские отношения улучшаются. Более того, Китай стал посредником для улучшения отношений между Саудовской Аравией и Ираном. Опять-таки это не говорит о том, что все это будет реализовано, но то есть заинтересованность Китая в реализации срединного пути, то есть у Китая тоже есть интерес в том, чтобы в нашем регионе разблокировались транспортные коридоры. И я как-то считаю, что и посредничество России, и активизация Китая в этом вопросе может сыграть положительную роль и снять хотя бы часть той напряженности, которая присутствует в регионе из-за неудовлетворенных амбиций Ирана. Что ж, действительно интересно будет наблюдать за развитием событий. А так я полностью согласна и с интересами Китая. Мы все помним о том важном договоре, который был подписан между Китаем и Ираном. Китай уже многократно отмечал заинтересованность и активизировать свое присутствие в тех транспортных проектах, которые инициируют Азербайджан и которые свяжут Китай с рядом европейских государств. Что всегда было в приоритете Китая. Что ж, Резван, я благодарю вас за участие в нашем сегодняшнем выпуске. Было интересно подискутировать с вами. Будем активно следить за развитием событий в нашем регионе и далеко за его пределами. Спасибо. А я напоминаю нашим телезрителям в эфире телеканала CBC была общественно-политическая передача «Глобальная дискуссия». В студии, как всегда, я и ее ведущий Анастасия Лаврина. Оставайтесь с нами и до скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»